Обычно Баргузин стремительно врывается к Байкалу северо-востока из долины такого же названия. А вот здесь, где из озера вытекает единственная река Ангара, образуется другой знаменитый ветер, Верховик. Он может захватить Байкал на всем его протяжении. Николай Павлович, так сколько же все-таки ветров на Байкале и какое они имеют значение в формировании климата в районе озера? О, ветров на Байкале очень много. Ну, местные жители насчитывают их в общей сложности по всему Байкалу, наверное, до 50. Надо заметить, что ветры Байкала играют очень большую роль в формировании климата. Они распространяют влияние Байкала на побережье. И наоборот. В результате это получается, что ветры Байкала как бы формируют климат в известной степени. А это очень важно для характеристики санаторных, курортных ресурсов Байкала с точки зрения климатического использования. На Байкале солнечных дней в количественных характеристиках больше, чем на многих курортах Черноморского побережья, на горных курортах и в Альпах. Климат Байкала можно расценивать как великолепный резерват здоровья, дающий возможность создать у нас огромную сеть курортов, санаториев на Байкале и в Прибайкале. Дело в том, что климат Байкала поразительно напоминает альпийский климат. Все характеристики климата почти точно отвечают высокогорным климатам. Но этот климат не высоко в горах, а у самого берега Байкала. Недаром альпийские формы растений располагаются прямо на побережье Байкала. Климат Байкала здоровый, имеет прекрасные перспективы для использования. В этом отношении наша задача сохранить его таким, какой он есть. К этому принимаются большие меры. Продолжение следует...